Местные жители бьют тревогу и просят помочь. На данный момент с дамбы наливного водохранилища в районе деревни Чурилково и села Старолетово сорвали плиты и увезли в неизвестном направлении. Я наблюдал такую картину, как разбирали дамбу, а точнее снимали с нее плиты, камаз и кран. Но перед этим всем, вот вы, наверное, увидите сзади меня дорога, ее расчистили перед этим, скорее всего, грейдером и поспиливали все ветки и деревья. Такая ситуация происходит не впервые. Люди уже обращались в полицию, однако для того, чтобы были приняты меры, необходимо найти собственника дамбы. Наливное водохранилище находится на балансе ФГБУ Рязань-Мелеоводхоз. В то же время собственником дамбы данное учреждение не является. Ну, имущество передавалось еще в 95-м году, единым списком. Оно, по сути дела, не дифференцировалось. И проводить какие-то работы по выявлению вот этого, где это, чье это сейчас имущество, ну, скажем так, в установить деятельность нашего предприятия оно не входит. Мы обслуживаем то имущество, которое у нас, федеральное имущество, которое находится у нас в оперативном управлении, вот, и мы за ним следим. В Рязанской области элементов мелиоративных систем порядка 11 тысяч. Из них в собственности государства чуть больше 900. По остальным элементам сведения о собственниках отсутствуют. Естественно, при постройке этих систем используются различные роды строительные материалы, в том числе металлоконструкции и так далее. Существуют определенные люди, которые ищут вот эти, значит, где находятся эти системы, пытаются выкупать трубы, сдать их на металлолом. Ну, конкретно по федеральному имуществу у нас таких вот не было. А по, скажем так, бесхозяйным системам, да, у нас были в прошлом году по Стенькину наши специалисты выезжали. Мы выезжали в сторону от Солочи, здесь вот, значит, система тоже была. То есть выкапывают трубы, то есть сдают их куда-то. То есть мы работаем в тесном сотрудничестве с органами правопорядка, как бы даем им информацию, то есть где какая система, но не более того. Выход из такой ситуации, конечно, есть. Оформить дамбу в собственность может, например, местная администрация. По существующему законодательству вот эти объекты, которые действительно есть, действительно они находятся на территории муниципальных образований, вот они должны выявляться и существует процедура. Информации очень много. То есть есть процедура, которая позволяет выявлять это имущество, ставить их на баланс. Да, процедура сложная, она там занимает порядка года, наверное. Вот, возможно, через суд это надо, а скорее всего через суд. Пойдет ли на такие меры местная администрация Рыбновского района покажет время. Людям наливное водохранилище, которое уже давно называют озером в районе деревни Чурилково и села Старолетово, нравится. По их мнению, дамбу тоже стоило бы сохранить. Олеся Котровская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».